Меня зовут Григорьева Инна, я являюсь специалистом компании и ведущим сегодняшнего мероприятия. И сегодня вместе со мной также будут здесь делиться информации с вами люди, которые имеют за плечами большой личный практический опыт использования тех продуктов натуральных, о которых мы сегодня вам расскажем. Расскажем мы вам о новой технологии, которая сегодня занимает ведущее положение в усвоении питательных веществ и дает очень яркие преимущества, в отличие от других, для того, чтобы мы могли с вами самым лучшим образом заботиться о своем здоровье. Научно-технический прогресс идет вперед, он никогда не останавливается. И чем отличается технология суспенсированной в Киеве? Мы видим здесь представлены две такие, казалось бы, не связанные между собой картинки. Но они наглядно демонстрируют, что же произошло. То есть здесь представлены музыкальные носители, благодаря которым, вот MP3-плееры, например, мы сегодня получаем, слушаем любимую нами музыку. Но когда-то это все началось с такого носителя, как виниловая пластинка. В результате музыка не изменилась, но менялся носитель. Он становился более комфортным, более компактным, более практичным и удобным. И новые травы не проросли, таблица Менделеева не изменилась. Что же изменилось? Изменилась технология. Капсулы таблетки 80-е годы прошлого века. Прошлый век соковая форма. Каждая из этих форм имеет минус такой, что теряется масса полезных питательных, биологически активных веществ на тех этапах сохранения, которые здесь есть. Например, таблетки и капсулы проходят очень много межфазовых переходов. Начиная от того, что растения сушат, потом дробят, потом его запаивают в капсулы или же в таблетки, подвергая активному давлению. И на каждом этапе идет разрушение питательных веществ. В результате до нас доходит 10-15% максимум. Остальное все просто исчезает. Соковая форма. Для того, чтобы сохранить, например, сок, необходима термообработка. 45 градусов достаточно для того, чтобы потерялось 50% эффективности активных веществ. И опять же мы получаем неполноценные питательные вещества. Гелевая форма не претерпевает термической обработки. И мы с вами, если я возьму пакетик и спрошу, есть ли в зале люди, которые здесь первый раз? Вы. Я иду к вам. Потрогайся. А теперь меня. Вот здесь. Похоже? По плотности. Вот здесь, да? Гель, когда в естественной среде, в природе, в жидкой, в гелевой берется из растения, питательные компоненты и сохраняются в гелевой матрице. Гель плотная структура, поэтому здесь очень точная дозировка. Не будет никакого осадка, как это, например, в соке. Это тоже дает массу преимуществ. Ну, а если говорить вот о такой упаковке, то, конечно же, это очень удобно носить с собой. Мы получили в результате здоровое питание, которым, когда можно оздоравливаться в буквальном смысле на ходу, на бегу, там, где вам удобно. Это может быть в метро, это может быть в автомобиле, это может быть в самолете. Мы просто вот так вот надрываем рисочку и получаем вкусный фруктовый десерт. У меня вопрос. Есть ли люди в зале, которым нравится вкусный фруктовый десерт? Обозначьте себя, пожалуйста. И спросите себя. Если вам, вы осознали, что вам нужны витамины и минералы, и с одной стороны вам положили капсулы и таблетки, а с другой стороны вкусный фруктовый десерт, даже не объясняя, что гель эффективнее, что бы вы выбрали интуитивно? Вот вы, например. Теперь уж ясно, что гель. Естественно. Конечно же, мы любим то, что вкусно, то, что приятно. И вот такой продукт, он имеет массу преимуществ. И мне, конечно же, хотелось бы сюда пригласить людей, которые пользуются. То есть мы не теоретики, мы практики. Я на своем личном практическом опыте знаю, что значит становиться свободной от болезни, восстанавливать свое здоровье, не обращаясь при этом к врачам. Проходим. Мне хочется зло пошутить, да, знаете как? Остеохондроз не грусти, похрусти. Это уже не к нам. Вот. А я расскажу свой результат, значит, по мужу, потому что это недавно. Мой муж занимается бизнесом традиционным. Это ситуация хронического стресса. Результат, он не знал, что с ним происходит. Но когда обратился к врачу, результат сахара его 18. Причина стресса, причина очень многих заболеваний стресса. И я это, он мне не сказал, он не хотел меня расстраивать. Я это обнаружила, когда вижу, он там тихонечко в комнате замеряет сахар. Есть такие приборы, дома можно, значит, замерять уровень сахара в крови. Я была изумлена, безумно зла. Вот. И говорю, и таблетки глотает. Я говорю, давай мы с тобой пойдем по программе ФИП и ОМ. Потому что при сахарном диабете второго типа, тем более причина стресс, причина всех практически заболеваний стресс, поэтому всегда нужно питать нервную систему. Значит, давай мы с тобой пойдем по программе, чтобы был хром, банадий и группа витаминов В. Результат, он мне сам написал. Где-то в течение трех недель мы проводили в Королеве День Здоровья. Возвращаясь, он мне пишет в СМС-ке. Сахар 8,4 при норме 5,5. Это без лекарств. И это только профилактические дозировки. Вот такой пакетик ОМА и пакетик, значит, ФИТО. Это мой результат моей семьи. Пожалуйста. Расскажу про три продукта, хотя могу про весь. Расскажу про Экзо. Первое. В одном ресторанчике меня шпарят кипятком в руках. Ну, только-только кипяток, который самый крутой, да? Ну, она сразу вся покраснела. И кто-то когда-то говорил, что Экзо может вот эту проблему решать. Ну, я начал тирать. Конечно, щипет, немножко больно. Но спустя полчаса вся боль спала. И нет этого раздражения от кипятка. Вы знаете, когда отобжегся, да? Вот было. То есть Экзо помогает при серьезных ожогах. Это проекция. Расскажу интересный результат по ФЛЕКСу, да? Который говорила Марина. Ну, помимо того, что это суставы, помимо того, что еще, кстати, зрение повышается. Примеры собственной жизни. Ну, я там, значит, хозяйничал. У меня был химический ожог слегка. Ну, знаете, там до маястов, без перчаток. И вот в пальце, да? Был такой тонкий слой кожи, который никак не заживал, такой сухой. Ну, кем это знакомо? Кто выбирается? В кухне, в ванной. И никак он не мог сойти. И кто-то мне сказал, вот там, из наших женщин из региона, что ФЛЕКС можно сделать обертыванием. Именно намазать. И вот там в перчатки, либо в фольгу, либо еще как-то. Вот я это сделал. Знаете, такие перчатки есть. Женщина знает, когда волосы красят, и вот целлофановые. Взял эти перчатки, намазал флекс, наделал эти перчатки на ночь. Утром вся кожа как новая. Проверьте сами. Ну и третий продукт, пускай это будет хард. По хардту, вот, по хардту, у меня раньше была дышка, когда я бегал, и колола с правого боку. Печень. Ну да, печень, да. И я купил хард, когда вошел в бизнес, где-то пол коробки, это 15 пакетиков. Ну каждый день ел, по-моему, что вкусно. И как-то раз прибежался, нет отрыжки и нет никаких боли. То есть, как молодой. Если можно, пожалуйста, наше время нужно сжаться, у нас дальше программа. Я расскажу с вами результаты. Меня зовут Гущий Николай, город Электростаг. Я в Эджево с середины января прошлого года. Погромте с нас. С середины января прошлого года. Меня познакомили с этой компанией, с этой продукцией, бизнес-маркетных планов и так далее. Вот, я расскажу свой результат, потому что не много, но я свой результат расскажу. У меня здесь в России левая желудочка была, ишемия. Диагностику я делал, официально. Значит, я кушал до июня месяца. До июня месяца я тоже прокушал в прошлом году, с середины января. Но в мае месяце, в конце мая, в прошлом году я делал диагностику. У меня дистрофии левого желудочка нет, и ишемии тоже нет. Я продолжаю кушать. А что вы принимаете? Сердце, Эдзе и Пхар. А так все остальное. Юбий. Кузенкова Лариса, город Электростань. Мне 61 год, и два года назад у меня много было болезней. На сегодняшний день с меня сняли ишемию. У меня нет даже сердечной недостаточности. У меня нет теперь варикоза и трамбофлебита. Это все равно. Мою маму сняли с онкологического учета 3 года назад. Ей 83 года. И на сегодняшний день она ездит на велосипеде. И 4 года назад у нее 83 года. И все ездит. Без двух органов. У нее нет селезенки уже 8 лет. И желчную пузырят где-то 40. И плюс еще на двух костыриках по дому еле передвигалась. На сегодняшний день мы на дачу ездим с ней на велосипеде по большей шумной трассе. АПЛОДИСМЕНТЫ Светланов Александр, город Москва. Значит, мой личный результат. Ну, у меня было, я служу в армии, у меня было 17 лет варикозное решение неверное. Это очень серьезная проблема. Ноги всегда болели. В конце дня она была задирайдом и так далее. У меня даже операцию делали на определенном этапе. Было обострение, но существенно улучшение нельзя. Сейчас у меня этих проблем нет совершенно. Потому что я могу, допустим, с Боровицкой на библиотеку Ленина по эскалатору вверх подниматься, не останавливаясь. И вечером никаких проблем нет. Целый день могу ходить, ничего не болеть. Ну, у кого близка эта проблема, все знают. Теперь такое частное использование ЮМИ. Были в Таиланде, обгорел. Обгорели вместе с сыном. Так, прозевали там жесткое солнце. Два раза всего помазались. У нас другого не было продукта. Но был ЮМИ, мы взяли с собой. Два раза всего помазались. Вечером и утром. Никакого ожога не было. В течение двух месяцев кожа не слазила. Теперь еще один я хочу вам пример привести. Мы всегда говорим, что наши продукты продлевают жизнь. Но как бы не видно, на чем это есть. Я хочу немножко сказать про своих родственников. Ну, мама у меня давно нет. А вот мой отец, ему 88 лет. И тесть с тещей по 89 лет. Тестью через месяц будет 90. Они кушают продукт по 4 коробки в месяц. Начали БАДы принимать они примерно с 98-го года. Значит, чтобы понять серьезность предыстория, они оба гипертоники были. Давление было 180 на 100 рабочим. Тест 50 лет уволился из Атмии по гипертонии. В 66 лет получил инсульт. И в 84 года получил обширный импарт. Уже было эйджем, но только было самое начало. Теща тоже гипертоничка, тоже 180 на 100. У нее я лично видел, врачей вызывало это лет 10 назад, наверное, примерно. У нее были клизы 250 на 120. Кроме того, была аллергия на все практически. На лекарства, на пыльцу, на запах, на все. И сахар был в районе 15. То есть это она на инсулине не сидела, но сахар был вот такой. Сейчас им по 89 лет. Они живут отдельно, за городом, самостоятельно. Сами себя обслуживают. Ходят гулять без палочек, без всяких совершенно. И не хотят ехать на Москву совершенно, потому что здесь воздух плохой и так далее. Ну, они в цивилизованной квартире живут на 4-м этаже. Это там не частный дом. Вот такая возможность. Мы говорим, что японцы живут в среднем на Окинаве до 88 лет. Вот вам пример. Люди принимают БАДы примерно 12-13, может быть, 14 лет регулярно. В том числе и наш Эйджел в течение последних 6 лет. Обязательный рацион. Это ЮМИ. Это ХАРД. Обязательно. Третья коробка обязательно либо мин, либо экза. Это обязательно. И остальные по ситуации. Когда-то обязательно флэкс там они проводят периодически. Сейчас вот Омега появилась. Периодически есть ФИТ. Особенно теща, поскольку у нее сахарный диабет считается. Ну и остальные продукты тоже у них такой цикл проходит. То есть они обязательно... Причем они совершенно четко, конкретно чувствуют. Если вдруг бывает такая ситуация, мы про Одессу не допускаем. Скажем, несколько дней нет продуктов. Потому что они же не с нами живут. Нам туда везти его. Они чувствуются. Энергетика их не снижается. Ну в таком возрасте, сами понимаете. Всему мы рады. Если есть такая возможность, мы их поддерживаем. Ну и отец живет не рядом, он живет далеко. Ну не совсем далеко, Липецкая область. Он тоже кушает продукты. 88 лет. Это редкая ситуация, когда семьи дожимают до такого возраста. Дальше вдвоем. Поэтому кушайте наш продукт, он вам конкретно поможет. Я желаю вам всем благодолго и долгометиям. Добрый день. Меня зовут Лупейка, ошибаюсь, фамилия. В начале уже третий месяц я как-то стал работать. После этого продукта, то, что я не любил тусоваться, там дискотеки, которые любящие, да. После этого продукта я стал тусоваться. Я сходил на дискотеку с пацанами. И говорят, ты вечно высыпаешься, тебя не надо брать с собой и так далее. Я говорю, я сегодня не буду спать, я буду тусоваться. И до утра тусовались. Друзья с Кыргызстана приехали в Москву и с ними садимся. И в одно ресторанчик, в клубе. Говорю, я полдня такой, я стал как-то в голову встречу, и стал, вспомнил про ОМО, и сел один лоб. И что-то мне возбудило, да, в энергетику. Как-то я... Два дня после ОМО не спал, если честно. Мой спонсор говорит, ты вчера на тусовке был, и говорит, мы с ними вместе в одной квартире снимали, и говорит, ты как-то ходишь после тусовки? Ну, не знаю, как-то лучше отрагонамиру. Спасибо. А, кстати, кто хочет тусоваться, меня возьмите. Вас зовут Саша Крупнова. Я расскажу одну историю, в которую вы можете не поверить, потому что это уже случалось один раз, и люди потом переспрашивали. В 30 лет у меня случился обширный инфаркт. Три года у меня был постинфарктный синдром, то есть когда шрам до конца не срастается, «хлюпающая рана» называется. В течение трех лет я жила в «хлюпающей ране», я практически не ходила никуда, лежала дома и сидела, ничего не делала. И за счет того, что меня постоянно пичкали каким-то лекарствами и капельницами, я поправилась до 115 килограмм. Я не знаю, куда они ушли, когда я пришла в Эйджел. Сейчас я активно хожу по 10 километров с утра, и вечером у меня обязательно есть плавание, у меня хорошее питание, спасибо Эйджел. И еще одна история случилась сегодня. Я сегодня опоздала на встречу сюда. Почему? Потому что мне пришлось оказать первую помощь человеку в метро. Я 22 года практикую массаж, но когда напротив меня мужчине лет 80, как я думала, стало плохо, я подошла спросить, что случилось. С ним была женщина, она говорит, логика, и, конечно, кризис начался. Как массажист я планировала сделать свой мануальный массаж головы. Но оказалось, что там вот такая дыра, то есть трепанацию черепа вовремя не сделали, когда была черепа мозговая травма, там была дыра. Делать мануальный массаж на голове нельзя вообще. Соответственно, я достаю два пакета коэкза, я говорю, дайте, пожалуйста. Женщина говорит, что это? Я говорю, это первая помощь. Мужчина начинает принимать гели, для него это очень сладко, он запивает водой, сидит буквально пять минут, потом говорит, еще есть. Он начинает приходить в себя. Выяснилось, правда, что ему не 80 лет, а всего 60. Для тех, кто не понял, куда он пришел, я еще раз говорю, Эйджу, это спасение вас, вашей жизни, ваших близких. Спасибо, Эйджу. Я расскажу вам про ФЛЕКС. У меня уникальный результат в семье. Моему ребенку в 5 лет поставили астигматизм дальнозоркости одного глаза. Я из города Иркутска. У нас есть такая же микрохирургия глазом НТГ имени Федорова. И в течение 8 лет мы ходили в эту клинику, делали диагностику, и нам всегда говорили, что в вашем случае делается операция, которая делается 18 лет. То есть мы ждали, когда исполнится ему 18 лет. Когда появился продукт в доме, ему уже было 13 на тот момент, и он из всех выбрал ФЛЕКС. На мой взгляд, это не очень вкусный продукт для меня. Он над ним тресся, он создал пакетик, а так как у нас это вот в таких коробках, коробку прятал дома. Мы ее найти не могли. То есть он боялся, что, не дай Бог, мы там пакетик лишний кто-нибудь из семьи съест. Честно, он проедает 2 коробки. Я обращаюсь к своим знакомым врачам, говорю, почему он над этим витаминами трясется, вдруг у него больные суставы в 13 лет объяснить не может. Может паралингентом делать, еще что-нибудь. На что мне сказали, успокойся, это соединительная ткань у тебя растет. Но когда проедал 4 коробки, интуитивно, когда мы в очередной раз пришли в МНТК, там нас второй раз отправили на диагностику, собрались профессора, и врач была молодая, и она проговорилась. Вы знаете, что у вас этот глаз догнал второй? Я с тобой не поняла, что значит догнал? Она мне показывает на пальцах. То есть он был такой, стал такой. С четвертой строчки он стал видеть сразу седьмую, с четырех коробок, да? После этого проел в течение полутора лет еще 3 или 4 коробки, мы уже не считали, он уже не трясся над ним. И сейчас у него зрение 0,9, он снял очки. То есть мы ушли от операции, которая в Москве стоит 180 тысяч на один глаз. Понимаете? И как уникально работает продукт? То есть мы его едим, да? И он начинает работать с той причиной, которая есть в организме. Уникальный продукт. У всех как-то суставов у нас вот соединительная ткань. Только за счет соединительной ткани восстановился глаз. И второй, ОМ, я очень коротко, я думаю, что, наверное, у нас единицы кто не вводит машину. Я тоже, у меня с 83-го года я вожу машину, да? Смотри, ОМ 26 часов за рулем. 26 часов за рулем, то есть чуть больше суток. Ни одной чашки кофе, ни одной. Очень удобно. Он дает энергию, концентрацию. Особенно, когда едешь в ночи, все понимают, что это такое, да? Ночью ехать нужно очень хорошо. Просто открываешь хвостик и едешь. То есть не пускай его. Вообще-то... Меня зовут Люцией. Мой собственный результат мне 54 года. У меня нет ни одного седого волоса. Морщины у меня покидают. Все меньше морщин становится. Свои энергии, дискотеки, тусовки. Моей маме 92 года. В апреле месяце у меня получился панкреатит. Я не знаю, знаете ли, что это такое, но это, говорит, очень сильная болезнь, от которой можно даже там шок. В больницу ее положили все-таки, хотя у нас стариков в больницу не очень-то любят. Город Яшкар-Ала, там, благодаря врачам, за ней накололи глюкозу, витамины. Ну, что могли еще сделать? К врачам подходишь, что возраст-возраст, никаких рекомендаций. Принесли ее домой на носилках, положили на кровать, кушать кашку и судно. Три недели я ее кормила каждый день. Ну, сваришь кашу, она ей съест пол чайной ложки, больше не хочу, не буду. Когда ей даешь пакетик, она его с удовольствием кушает. Я ей давала утром Юме, днем Экза, вечером, либо Юме, либо Экза, либо Харп. Три пакета в день. Через три недели она сейчас уже, она не разговаривала, когда с больницы пришла. Три недели она на чехол, полностью ясная голова, всех узнает, со всеми разговаривает, встает, и вчера я позволила домой, она уже выходит в огород и на улицу, на лавочку. 92 года, значит, смотрите, с больницы приходят люди наши, бывает такое случилось, шикарное питание, чуть-чуть, маленький пакетик, и весь организм восстанавливается. Если он восстанавливается 92 года, то у молодых еще лучше. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я расскажу о своем. Значит, мне было с ногами плохо, ну, с коленками. Вот, я поела Экзу, 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 Фэлфлекс, и у меня сейчас я бегаю был, и на эскалате, и по лестнице. Спасибо. Спасибо. Какое время? Время такое? Где-то за два года. Добрый день, меня зовут Людмила, я из Челябинска. Благодаря этому продукту я получила много результатов, скажу о самых ярких. У меня было очень много лет повышенное артериальное давление, и мной занимались люди высокого уровня, то есть профессор в нашем городе, было полное обследование всего организма, полное, что только возможно, и сказали, таблетки кушать до конца жизни, при снижении давления, других вариантов нет. Сегодня я таблетки не кушаю, давление не повышается, мне это очень нравится. Три с половиной года назад я снизила свой вес на 15 килограммов в течение трех месяцев. Кому интересно, подойдите, я покажу фотографии. И это тоже приятно, потому что мне было интересно, как это произойдет, при этом я не использовала диеты, при этом я не активно двигалась, то есть вела обычный образ жизни. Было очень хорошее настроение, еще мне понравилось, ушел целлюлит, потому что от этого трудно избавиться. И что еще принципиально для меня было? Вес не вернулся, я весом потом не занималась. И я бы еще хотела сказать тоже про ОМ, потому что мы в прошлом году перегоняли машину из Челябинска, из Москвы в Челябинск, ехали впервые на три, было такое долгое расстояние, и не очень опытные были за рулем, всего спали два часа, четко читали знаки, ни одного гаишника не накормили, в принципе, классно. Я тоже хочу о своих результатах сказать, скажу коротко, год назад я пришла в эту компанию, за год у меня спина пришла в норму, я теперь хожу, вообще не могла на ступеньку даже встать, у меня болели, ноги оттепли. Скажу, что наращивание ткани, это реально, стопроцентно, оно у меня нарастилось, у меня хрустелеток суставов. Давление 220 на 120 я избавилась, перестали руки ныть, в общем, спала раньше, только на аппликаторе легко не могла уснуть, теперь только положу голову, засыпаю, и куча других симптомов тоже прошла. Спасибо всем огромное, вот результаты всегда впечатляют, сколько пользы продукт принес людям, это очень радует. А я просто хочу рассказать анекдоты, мы вот так вот будем сворачиваться, значит, встречаются два врача, один другому говорит, представляешь, говорит, такой случай, говорит, вот у меня такой пациент, у него, говорит, столько диагнозов, что, говорит, он должен был умереть еще лет 10 назад, а второй говорит, да, если человек захочет жить, то медицина бессильна. Я не против врачей, то есть врачей, у нас очень много прекрасных врачей, и они помогают нам, и я сама к ним обращаюсь, но это когда уже, они занимаются болезнями, когда уже нужно помочь, облегчить как-то боль. А вот своим здоровьем мы должны заниматься самостоятельно, это личная ответственность наша, если только мы не хотим быть обузой своим детям, своим близким, да и сами жить тяжело, трудно и некачественно. Я хочу узнать, сколько людей у нас есть, и люди в зале, вот остались ли, и кто пришел к нам гостями, чтобы познакомиться с этой информацией. Возьмите, пожалуйста, руки. Прекрасно. Могу я вас сюда пригласить? Я не съем, конечно. Мы просто с вами познакомимся. Пожалуйста, всех. Вы идите. Я не кусаюсь. Давайте с этой стороны. Аплодисменты. Правильно. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и что вам понравилось? Что вам понравилось? Вы что-то выбрали для себя? Пока не выбрал, а рассказывать людям, которые будут учиться. Я хочу посоветовать. Вы обязательно получите все нужные рекомендации. А я хочу вас угостить, чтобы вы могли попробовать этот свинный вкус. Это Эдза, продукт, который очень благотворно влияет на сохранение здоровья. Это буквально в смысле формулы. Присаживайтесь, пожалуйста. А мы слышим вас. Как зовут вас? И что вам понравилось? Меня привела сюда моя фаска знакомая. Мне понравилось все. Я уже давно поняла, что надо заниматься. своим здоровьем, иначе не решить эти проблемы. Я поняла, что им надо и для мамы, и для дочки, и для мужа, и тебе. Практически. Кажется, продукт. У нас угощаем. Попробуем. Вам понравилось? Попробуем. 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 На вашем здоровье. Спасибо. Я очень рада. Как можно скорейших результатов. Угощайтесь. Меня зовут Надежда Михайловна. Я сама из Челябинска. Приезжаю в Москву часто. Занимаюсь здоровительными программами давно. Как вы здесь показали, все идет постепенно. И вот я вот батарея подвертка с соком пришла к вам. Самое лучшее вели в школе. Да, пожалуйста. Присаживайтесь. Будьте здоровы. Я зовут Долгая Анатольевна. Мне 58 лет. Я попала сюда совершенно случайно. Имею очень много знаний в области. Все, что касается здоровья. Потому что к этому 58-ми годам накапливаются болезни. заботчусь о своем здоровье. Особенно последние 2-3 года. Очень много знаю. Для меня все ваши компоненты ваших препаратов не... Я хорошо разбираюсь. Я принимала их отдельно. Многие как-то урели. Те же другие. Ну, в общем-то. Я хочу сказать, рада, что попала в вас. Потому что абсолютно сознаю, что гелебрадная форма, в которой вы эти препараты подаете, я ее принимала в таблетках, анкармитин и еще другие. Это массив всего того, что здесь было. Непонятно. Практически понимаю, что очевидно перейду на вашу форму. Практически так и так. Владимир Айкосович, у меня один вопрос. Что говорит Минздрав о вашем? Он говорит все самые влесные отзывы. Потому что эта продукция сертифицирована, она здесь проверена, прошла клинические испытания в России. А если говорить о международном уровне, потому что компания присутствует в 65 странах, то она имеет самые высокие квалификации среди подобных продуктов подобного рода. Например, сертификат Калал, например, сертификат кошерности, например, сертификат суперкошерности и три антидопинговых сертификата. Один американский, один британский и российский, которые связаны с тем, что продукты без опасности. Вы хотите сказать, что не все медики знают о вашем продукте? Они вообще не знают. Они вообще не знают. Я, кстати, вам сейчас продемонстрирую некоторые вещи, а мы не успеем все-таки. Очень многие знают, светилы науки знают, и я представила вам, например, Владимира Дагалиев, плохо было слышно, но было видно. Есть Виктор Путерьян, который сказал, что это революция в области биологически активных добавок, именно по форме, и что здесь сохраняется живая клетка молекул. То есть этот продукт был представлен на съезде в Диму. То есть часть людей знает, часть нет. Наша цель, чтобы знали все. И вы можете этому поспособить. Ну, на вопрос. Пожалуйста. Дмитрина Николаевна, мне 75 лет. В Россию я переехала постоянно жить 9 месяцев тому назад. По семейным обстоятельствам. Старшая дочка 50 лет перенесла онкологическую операцию. Я поэтому не денусь, чтобы у меня переехать туда. Сама я, сама я, ну, держусь, можно сказать, я стою. Но болят суставы, колярные, севые. И два года тому назад я потеряла слух. У меня пора слуховой. После форендика осложнений. Ну вот я всего три раза я прихожу. Тут я подряд на лекции. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что я помогу и дочке, и помогу себе. Мы вам от души это развиваем. Спасибо. 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 Спасибо.